Меня зовут Алексей Ницца и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня расскажу о том, как обезопасить ваши аккаунты в социальных сетях от несанкционированного доступа, включив подтверждение входа. По аналогии с двуфакторной аутентификацией, например, с вашей почты Gmail, после ввода логина и пароля у вас еще запрашивается код, который высылается вам в виде сообщения на номер телефона, привязанный к вашему аккаунту. Это поможет избежать случаев, когда кто-то пытается войти в ваш аккаунт, даже если он знает пароль. Для начала посмотрим, как это сделать в Facebook. Переходим в настройки своего аккаунта, а там раздел «Безопасность». Сразу же рекомендую посмотреть, стоят ли у вас включенными уведомления о входе в ваш аккаунт с нового устройства или браузера, так как это тоже могут быть злоумышленники. Здесь можно включить подтверждение входа с помощью кода, который вы сможете посмотреть в генераторе кодов в мобильном приложении Facebook или получить в SMS. После ввода пароля, который вам выслали по SMS и включения галочки, чтобы такие коды запрашивали с настоящего момента, можно считать, что двухфакторная аутентификация включена. Теперь я попробую зайти в свой аккаунт в режиме инкогнито. Даже вводя логин и пароль, я не смогу войти, пока не укажу код подтверждения. В социальной сети ВКонтакте все работает подобным образом. Необходимо зайти в настройки своего аккаунта, а там раздел «Безопасность», где выбрать подтверждение входа. Прочитав более подробно о том, как это работает, я нажимаю «Получить код», после чего ввожу его в соответствующем поле и ставлю галочку «Запомнить браузер», чтобы не вводить код постоянно на своем устройстве. Теперь подтверждение входа включено, и я проверю, как это работает. Попытаюсь войти в свой аккаунт через режим инкогнито и вижу, что без кода подтверждения войти я не смогу. Таким образом, включив подтверждение входа в социальных сетях с помощью кода, который вам присылается по SMS, вы сможете обезопасить свои аккаунты от взлома. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!